Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это последний, это не последний. Завершающий тоннель первой линии метрополитена, он завершает весь блок линий от станции Дубрана до станции авиастроительного. Вот это последний тоннель. Левый тоннель, мы считаем всегда от центра, это левый тоннель, 762 метра. Вот сегодня с участием мэра и премьер-министра был запущен этот комплекс работы. Этот комплекс в Циумбике, наша старушка, ее девятый тоннель, она почти более 9 километров прошла в общей сложности. Вот сегодня это событие есть. Когда примерно ожидается завершение проходки? Ну, по нашим планам, мы к концу марта завершим проходку. Тоннель не... Короткий тоннель, да, не длинный. Тем более сухие условия и проблем никаких нет. Кольца все у нас есть на заводе подготовленные. То есть работа, работа. Останавливаться не будем даже на праздники. Нужно быстрее завершить, чтобы тоннель отдать в работу. Надо класть в верхнее строение пути, кабельную продукцию вешать. То есть это работа. И завершающий вопрос. Метро уже стало неотъемлемой частью жизни горожан. И все больше и больше казанцев ждут, когда же им коснется это благо. Вот расскажите, пожалуйста, в двух словах, какие перспективы строительства метро от нас ожидает в дальнейшем? Я всегда с удовольствием отвечаю на этот вопрос, да. Потому что с первых дней строительства метрополитена двояко восприняли необходимость городу. Но сегодня я рад, что действующими станциями, количеством перевозимых пассажиров, все горожане за метро. Недавно с участием президента было поручение начать проектирование второй линии метрополитена. Это вторая линия как раз от станции Дубравная по Фучика. И пойдет, и она завершит свою линию, сомкнется с первой линии на станции Яшлег. Это так называемый будет круг, что ли, создаться. Вот сейчас мы готовимся. Тоннельные комплексы наши все готовы. И поэтому мы хотели пожелать и попросить проектировщиков, заказчика быстрее нам выдать документацию, чтобы мы быстрее начали эту работу. Субтитры создавал DimaTorzok